Микс Ньюс Советы богачек То есть я советую провокации, но не все их могут себе позволить делать Российский психолог-психотерапевт Скажи ему, слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно Специалист по семейным отношениям Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую другу Ирина Богачек на радио Болтком Поэтому это такие некие лайфхаки Дает советы и отвечает на вопросы Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами А потом их раскроем, да? А потом их раскроем Советы богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели Это программа Советы богачек Программа психолога, российского психолога Ирины Богачек Добрый день, здравствуйте Да, здравствуйте И сегодня у нас будет такая очень животрепещущая тема Очень провокационная тема Супружеская измена Телефоны в студии 67212-9399 67213-9399 Можно будет, ну, звонить Задавать вопросы Может быть, комментировать То, что вы услышите сегодня Ну и, может быть, предваряя эту тему Вот есть такой очень интересный антрополог американский Он и биолог Он занимался историей Джаред Даймонд Который изучал, ну, племена Гаити Пасхи Всевозможные там глинландских эскимосов Полинезийцев И он их изучал Потому что, приехав наблюдать Сначала он был биологом И, в принципе, он наблюдал за жизнью птиц И вот я читал одну из его книг Где он поражался И говорил, что вот, ребята, вот посмотрите Вот они ведут себя абсолютно точно так же, как люди Вот какой-то самец Я не помню, там, какой птицы Он вьёт гнездо С самочкой заводит семью И у него на стороне появляется любовница Для которой он тоже делает такое же гнездо И он живёт на два дома И старается не пересекаться Чтобы, значит, ну, вот В одно время он с одной, с другой, с другой И вот абсолютно у него такая вот полигамная отношение И вот совершенно говорит Ну, вот чем вот Неужели вот нужны ещё доказательства Что мы произошли вот от этого животного мира То есть двух этих вот несчастных самочек Он, получается, обманывает Но можно ли, я не знаю, там, в мире птиц это считать изменой Но, наверное, всё-таки люди устроены по-другому И, ну, человек, с которым заключается, не знаю Вступают в семейный союз Дают клятву верности Быть друг с другом Во всех там и в счастье, и в горести Наверное, это всё-таки очень и очень такое, ну, вот Тяжёлое испытание Хотя, не знаю, можно ли рассматривать Супружескую неверность Как генетическую стратегию выживания вида Ух ты! Да Интересная очень фраза Да, действительно С точки зрения физиологов Неверность – это действительно генетическая стратегия выживания вида Если мы не будем неверными То человечество вымрет Но это с точки зрения физиологов Что же говорят психологи? Один мой близкий человек Говорит, у вас вообще у психологов Даже нет понятия души У вас в структуре как бы психики жизни человека Такое понятие отсутствует Оно, может быть, и отсутствует Но на самом деле, конечно же Когда мы говорим об измене Там напрямую присутствует эмоциональный компонент Но я в ответ скажу Что есть еще несколько таких Вот очень распространенных фраз Являются ли они мифами Или они действительно научно доказаны Не знаю Ну, например Всем хорошо известна такая фраза Что любовь живет три года Даже роман известный Одного американского писателя Да, существует Вот А еще физиологи доказали Что страсть, а именно влечение Живет 317 с половиной дней И вот дальше неизвестно, что с этим делать Вот И я не знаю Вы, Олег, согласитесь, например С вот этой вот мыслью о том Что страсть 317 с половиной дней А потом неизвестно, что делать Спорный вариант был Мне кажется, спорное утверждение Потому что никто не может понять Почему это тогда Вот такие точные биологические часы включаются Самая главная половинка вот этого дня Меня очень впечатлила Ну, это придает научности Ну, конечно же, расскажу Что же все-таки в основе То есть, в чем суть Когда человек начинает испытывать Массу переживаний Бурю эмоций каких-то По поводу того Когда его близкий человек Ему изменяет Ну, конечно же, мы навсегда Боимся потерять Вот это вот Любви близкого нам дорогого человека То есть, мы ощущаем Непереносимую печаль Страх Может быть, агрессию Может быть, даже желание Умереть самому Или вообще убить своего, например Партнера или соперника Действительно, гамма-переживания И самыми максимальными Являются, конечно же, страх и гнев То есть, когда мы чувствуем Что мы лишаемся внимания Заботы близкого человека Что нас обманули и отвергли Что мы чиряем чувство безопасности А потребность безопасности Ну, это одна из самых главных потребностей человека И тогда, конечно же, мы начинаем Испытывать страх И оборотная сторона страха Это вообще вот один отрезок С одной стороны страх С другой стороны агрессия То есть, человек или боится Или начинает проявлять гнев Из-за того, что он не может удержать Ситуацию под контролем И зачастую еще даже измены нет Она может быть мнимая какая-то Да, в фантазиях А человек уже начинает ревновать То есть, пытаться что-то сделать Поэтому, кстати, следующую тему Я предлагаю посвятить ревность Я более детально раскрою Из-за чего разрушаются пары Когда вроде бы измены еще и не было А вот этим своим поведением Какими-то эмоциями Человек доводит своего партнера До ощущения, что больше я не могу Вот, но в основе, конечно Что больше наш любимый человек Нам не принадлежит Что мы потеряли свои позиции Ну и, в общем-то, любого человека Измена обесценивает А как же быть вот с извечным страхом мужчины Ну вот, воспитание чужого ребенка То есть, вот, дескать, что он лишается Наследника своего единокровного В случае супружеской измены А, ну, об этом я скажу чуть позже Действительно, мужчины и женщины Совершенно по-разному реагируют на измену Но вначале, может быть, я отвечу на вопрос Кто больше и чаще изменяет Я думаю, что тоже у нас бытуют мифы Определенные на эту тему И хочу сказать, что существует даже прям статистика Я цифры выписала себе Центр общественного мнения Великобритании, правда Поэтому будем делать отсылку Британских ученых Да, 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 на британских ученых Выявил, что из 100% опрошенных Мужчины в 50% случаев признались, что изменяют А женщины лишь в 34% случаев сказали, что у них Есть другой партнер на стороне Не знаю, правда это или нет Ну, в общем-то, здесь, наверное Не изменяет, получается, сколько там процентов опрошенных? Ну, смотрите, у мужчин 50% Типа не изменяют А у женщин Верными Насколько это верно, не знаю Думаю, что это вообще, в общем-то, такие цифры С одной стороны универсальные, с другой стороны неподходящие Например, даже есть линейка стран Ну, не побоюсь их сейчас обозначить Где считается, что женщины гораздо чаще и больше Вступают в интимную близость на стороне, чем мужчины Ну, например, это небезызвестная Франция И даже есть интересный очень фильм, который называется «Любовницы в Париже», в котором принимают участие Все самые известные французские женщины От Изабеля Джани, Ванесса Паради, Летицы Каста и так далее И вот весь фильм о том, как эти женщины изменяют своим мужьям Более того, мужья им все упрощают Точно так же в этом списке стран, где женщины чаще изменяют мужчинам Находятся страны Балканского региона Это вот Хорватия, в частности Вот И, по-моему, я еще приводила тоже пример в какой-то из передач И Филиппины На Филиппинах? И Филиппины Женщины чаще изменяют своим мужьям, да У нас есть телефонный звонок Я вас попрошу надеть наушники Здравствуйте, добрый день Добрый день Здравствуйте Если можно, а можно уточнить, понятия изменяют? Потому что, ну, все-таки, можно же говорить о разных вещах Можно и дружить с женщиной или с мужчиной И, как бы, что считают изменой, да? Если можно, спасибо Да, большое спасибо за ваш вопрос Действительно, сейчас я именно это и уточню Дело в том, что есть измена физическая То есть, когда было соитие двух тел И при этом эмоциональной привязанности Очень даже может и не быть То есть, исключительно физиологический акт И второй вариант измены Когда ваш партнер не вступает в физическую близость Но у него есть безумная эмоциональная привязанность Он без конца хочет думать об этом человеке Говорить о нем и так далее И вот на этот случай у меня тоже есть, кстати, статистика И я выписала себе эти же цифры И вот, смотрите Отношение разных полов к измене К реальной или к воображаемой Кстати, женщины чаще ревнуют к воображаемой измене То есть, там еще может не быть ничего И женщины уже фантазируют и ревнуют даже к мотиву Что, например, мужчина уделил внимание В данном случае эмоцию, да? Какую-то эмоцию дал какой-то женщине Мужчина же ревнует именно к состоявшемуся факту То есть, пока там плюс-минус какие-то догадки Это еще, в общем, не считается фактом измены Так вот, относительно мужчин и женщин К физической измене Очень болезненно относится 54% мужчин, в то время как женщин всего 35% А вот к эмоциональной измене, вот именно вот этой близости душевной Она больше пугает женщин Наоборот, 65% женщины очень сильно болезненно реагируют на это В то время как мужчины только в 46% случаев Ну, а, в общем-то, люди, которые Не знаю, насколько я могу об этом говорить Вот, ну, поскольку это британские исследования То у людей бинаправленность Вот разницы на самом деле в цифрах нет Так вот, в чем же проблема? Сейчас я объясню именно суть Почему мужчины именно больше реагируют на физическую измену В то время как женщины реагируют на эмоциональную или душевную Итак, для мужчин, как я уже сказала, гораздо важнее измена физическая Потому что, первое, мужчины всегда сомневаются в отцовстве То есть, собственно говоря, то, о чем сейчас сказал Олег Действительно, до конца мужчина никогда не знает Он ли является действительно генетическим потомком будущего ребенка Или рожденного ребенка Для женщин же такой проблемы априори вообще не существует Ее нет То есть, женщина сама вынашивает своего ребенка И даже иногда мужчины и делают генетический тест И вот тебе, ну, там в генетическом тесте никогда нет стопроцентной вероятности 99,9, как мы знаем Ну, да, да И вот это вот малепусенький вот этот вот грамулька вот эта Уже может мужчину, особенно с самооценкой такой очень неустойчивой Об этом тоже скажу Привести к мнению о том, что это вообще не мой ребенок Ну, вот говоря про эмоциональность Я все пытался вспомнить, что мне это напоминает Ну, знаменитый любовник Леди Чаттерли И там и фильм, и роман Ведь получается, что, ну, там граф, по-моему, который лишен способности заниматься любовью Он заводит красавицу жену И он ей говорит, что ты можешь вот найти себе любовника И там с ним проводить время Но он начинает ее ревновать, когда он обнаруживает эмоциональную ее привязанность Вот к этому любовнику Это вот его просто бесит То есть она может с ним просто удовлетворять физиологические потребности Но когда он понимает, что она начинает к нему испытывать чувства Он пытается этого любовника, ну, каким-то образом ему навредить Ну, да Это, видите ли, этот мужчина Он уже в силу определенных причин Может быть, возрастных Я не помню, кстати, немножко, какова причина Он теряет свою физическую мощь И, конечно же, он переходит на другой уровень То есть на уровень эмоций и чувств То есть эмоционально чувствительный Но я продолжу себе Закончить свою мысль Второй причиной, почему мужчины как раз-таки очень сильно и болезненно реагируют на физическую измену Это та причина, это потеря уверенности Если все-таки женщина идет и находит себе любовника То есть мужчину, с которым она занимается интимной близостью на стороне Это значит, я какой-то не тот Я плохой, я неуспешный И вот эта тема неуспешности, она безумно ранит мужчину У женщин же причины совершенно другие Поэтому женщины, как я сказала Ой, извините, у нас тут звонок Алло, пожалуйста, вы в эфире? Алло, алло День добрый Здравствуйте А у меня сегодня никакой людей Да, конечно А именно К примеру, задерживаюсь на работе Прихожу домой, получаю дому скандал Ай, опять шлялся по бабам и так далее, и так далее Так вот, чтобы уйти с этой ситуации У меня есть только один выход Признаться, что действительно, да, шлялся, хотя я нигде не шлялся И жена меня великодушно прощает И после этого у нас наступает межда Опять любовь до следующего раза Интересно, у кого-то вообще такое есть? Или у меня такого не одного? Спасибо Большое спасибо за вашу такую иллюстрацию Действительно, все семьи разные Да, как говорил великий граф Толстой Все семьи счастливы одинаковые Они счастливы по-своему В данном случае счастье или несчастье – это для вас Но, во всяком случае, это тот выбор, после которого у вас наступает гармония И, конечно же, он очень хорошо, ваш пример, иллюстрирует причины Почему женщины больше эмоционируют именно по поводу душевной вот этой измены Которой, типа, у психологов нет Так вот, первая проблема, из-за которой женщины переживают – это проблема остаться одной Чаще всего это связано, конечно же, с материальными благами То есть у меня не будет средств для того, чтобы жить, кормить детей и так далее И вторая причина – это то, что мне хочется, чтобы в воспитании наших детей все-таки принимали участие оба Чтобы был пример мужчины И для мальчика, и для девочки это одинаково важно То есть не существуют различия от пола ребенка И поэтому женщина может закрывать, ну, некоторые женщины, не все, я о психотипах скажу сегодня Закрывать глаза на физические измены Особенно вот в восточных традициях это вообще очень принято Но эмоциональные вещи, да, когда мужчина говорит Я считаю, что мы больше не будем с тобой находиться в одном пространстве Вот это просто убийственно для женщин Но, тем не менее, нельзя сказать, что мужчины не испытывают чувства боли, если их женщины влюбляются И женщины не испытывают чувства боли от физической измены Это тоже, конечно же, есть У нас еще один звонок, здравствуйте Пожалуйста, да Добрый день Здравствуйте Я, к сожалению, с того начала не слышал передачу, поэтому не знаю, как величать вашу кость Ирина Богачек, российский психолог Да, но я хочу сказать, что в основе любой измены Наверняка лежит диссонанс в эмоциональной и сексуальной удовлетворенности партнеров И если такое происходит, то второму партнеру нужно искать причины, прежде всего, в себе Есть очень много таких вариантов диссонансов Например, когда один из супругов чрезвычайно сильно эмоционально загружен на работе Ему нужно для того, чтобы адаптироваться к этой ситуации Какой-то, так сказать, более частый, более интенсивный секс Или более внимательное отношение со стороны партнера или партнерши А вторая половина живет в спокойной жизнью И не обременяет себя какими-то усилиями Потому что там как бы глубже понимать партнера Пытаться пойти ему навстречу И во всех случаях, в последнем случае, когда ваш абонент сейчас рассказывал Когда жена ревнует его просто к его, скажем, потраченному времени не дома Это говорит о том, что у партнера есть определенные психологические проблемы С которыми он до сих пор не разобрался Я бы, например, на месте психолога порекомендовал бы все-таки жена Показать какому-то психодорапевту Ну, это мое такое мнение Благодарю вас за ваши комментарии Очень красивая речь у вас, комплименты вам И да, действительно, ситуации бывают абсолютно разные Вот, например, с точки зрения психоанализа А я помимо того, что клинический психолог, я еще психоаналитик Вообще не существует понятия возраст А есть только понятие возрастная фиксация И человек действительно может быть незрелым И он останется незрелым на всю оставшуюся жизнь Вот такому человеку жизненно необходимо рядом Второе тело или вторичный объект, что называется И он ни дня не может прожить один Потому что он не сепарит Он не сепарировался изначально от своей мамы И поэтому ему всегда нужна замена в виде какого-то человека Это не обязательно даже может быть женщина Это может быть начальник или партнер по бизнесу Но в котором он видится каждый день, каждый день Или она, неважно, мужчина или женщина Здесь без разницы Хотя нет, разница есть Женщина чуть-чуть более сепарирована изначально, чем мужчина Вот давайте вспомним маленького мальчика Он же всегда вокруг ножки мамы Обхватывает ее, да? И сидит, вот ему нужно находиться ровно в том же пространстве, где находится мама Девочки же могут играть абсолютно спокойно в другой комнате с куклами И иногда, в общем, им даже и не нужно присутствие мамы Так вот, возвращаясь к этому Если человек не целостный, ему обязательно нужно вторичное тело, вторичный объект Ни дня не может без этого прожить Второй же человек, другой возрастной фиксации Он изначально, уже в 9-10 лет Понятно, что он идентити, самостоятельный И его партнер лишь дополняет его Какое-то время он может быть с ним, может не быть Но то, что он может существовать отдельно, самостоятельно и безболезненно Да, такие варианты тоже есть Мы сейчас сделаем небольшую паузу Я напомню, Ирина Богачик, российский психолог Сегодня в нашей студии И в программе «Советы Богачик» мы обсуждаем тему супружеской неверности Продолжается программа «Советы Богачик» Я напоминаю, в нашей студии российский психолог Санкт-Петербурга Ирина Богачик Мы принимаем ваши звонки Тема супружеской неверности, измена Здравствуйте, добрый день Здравствуйте Здравствуйте Вы слышите, да? Да, да, да Алло, очень хорошо Слушайте, вот этот, скажем, статистические данные Я как-то в детстве ходил, как вы говорите, к сексологу Лекцию слушал Там насчет этого, рукоблудия говорили, да Мужчина, скажем, 99%, а женщина, скажем, 50% Ну, этот сексолог, он говорит Ну, это ладно, это все неправильно Просто женщины более стеснительны, да А так-то все по-другому И действительно, интернет это доказывает И это второе Вы понимаете, женщине гораздо легче изменить Чисто физиологически, правильно? Почему? Я не совсем понял логику Почему легче изменить женщине? Женщине? Физиологически легче изменить, извиняюсь Физиологически, да, да, да Я сейчас, я абсолютно вас хорошо поняла, да Сейчас я поясню Хорошо, да Ага, благодарю вас Ну, смотрите Почему вот наш коллега Я бы даже назвала Спасибо за ваш звонок Сказал, что женщине изменить физиологически легче Потому что на женщину, ну, в какой-то степени Не влияет психоэмоциональное состояние То есть, в данном случае, да Ей может не нравиться, да, заниматься любовью Но, во всяком случае Ей ничего специально для этого делать не нужно У мужчин же, мы отлично знаем Если психоэмоциональное состояние зашкаливает Даже на плюс Может не состояться половой акт В силу того, что нет, ну, эрогированности И вот об этом, я думаю, как раз говорил нам мужчина Легче ли женщине физиологически? Может быть, и да Но психологически далеко не так И на самом деле нет однозначного мнения Кому проще психологически изменить Мужчине или женщине Сколько угодно мы можем говорить о том Что мужчины типа полигамны А женщины моногамны В природе мы видим совершенно другие примеры И собаки, и птицы те же самые И так далее Вообще разницы нет И мы точно такое же физиологическое существо Другое дело, наделенное более совершенной психикой А в психике есть как раз та составляющая Хотя и говорит мой близкий человек Что у вас души нет Но психика – это свойство Высокоорганизованной материи мозга Заключающейся способности отражать Плюс наше внутреннее, духовное содержание Наш жизненный опыт И если в нашем жизненном опыте Действительно были отрицательные инциденты То есть какие-то травмирующие ситуации Когда близкий человек оказался нам неверен Особенно если это несколько раз повторялось Это вообще формирует в нас условный рефлекс То есть страх недоверия Что новый человек придет И может случиться то же самое И мне гораздо проще не входить в близкие отношения Может быть даже вообще не вступать в интимную близость Потому что как только это случится Возможно за этим последует как раз неверность И у человека безумный страх Ну а вот с точки зрения Какие люди как реагируют на измену Безусловно все зависит от психотипов человека Я очень люблю классификацию восьми психотипов Которая связана с базовой эмоцией человека Сейчас очень быстро пробегусь Она не сложная и всем станет понятно Итак первые два психотипа Это гипертим и гипотим Люди с базовыми эмоциями радость и печаль Это детская возрастная фиксация Изменяют ли дети? Они скорее изменяют Даже если этим детям 60 лет по паспорту Они конечно же изменяют в поисках лучшей мамы Ну например гипертимы То есть они все время Потому что это не перепрожить чаще всего И я ищу и ищу все лучшую женщину Или лучшего мужчину на земле Гипотимы с базовой эмоцией печали У них вообще нет ценности собственного тела И там например девочка Для того чтобы понравиться мужчине Она отдается всем подряд Таковой была Мернин Монро Потому что именно физическая близость Доказывала то что меня можно любить Чуть постарше следующая возрастная фиксация Это подростки и юноши Это истероиды, это театр одного актера Это люди публичные, политики Такие коучи известные То есть нарциссы Театр одного актера Педагоги кстати очень хорошие Часто тоже бывают истероидами Ну бизнесмены такие тоже иногда бывают Очень истероидные Вот эти люди конечно будут изменять Потому что им нужны кто? Фанаты, почитатели И в данном случае измены они тоже здесь Как вариант того что ты ценен Ты что-то из себя представляешь и так далее Противоположная сторона шизоиды Шизоиды будут изменять потому что прикольно Ну оказался в пространстве Да мужчина или женщина Почему нет? То есть они не видят в этом никакого Этического смысла То есть правильно, неправильно, хорошо, нехорошо Больно, не больно То есть у шизоидов отсутствует это понятие Вот оказался кто-то в твоем пространстве Почему бы и нет? Слушайте, мы так идем и все изменяют То есть есть ли какие-то верные психотипы? Дальше иду Следующий кусочек, следующие два психотипа Это радикалы, это люди собственного бизнеса Вот они если находят своего человека То они изменяют с идеей То есть они роют недра, добывают нефть, газ И в данном случае дома их любимая, например Ну если я про мужчину говорю Их любимая девочка-любовница, которая восторженно радуется Которая всегда дает ему секс Когда он очень сильно устал в этой своей идее Ему нет смысла вообще изменять И исключительно изредка могут быть эти измены Если, допустим, вот эта девочка-любовница Уже не устраивает его дома И он хочет новых эмоций То есть он не получает от нее этой радости Он так устал на работе в этой своей идее А приходит домой, а она вот такая вот с кислофизиономией Какой-то хвост на голове Какая-то неухоженная и так далее Конечно, он пойдет искать другую Прекрасную девочку-любовницу с восторженным взглядом Эпилептоиды – это люди, у которых базовая эмоция отвращения Это люди, которые все контролируют У которых все по полочкам Вот они в социуме, для социума не изменяют Они очень хорошие семьянины Причем как женщины, так и мужчины Эпилептоиды, да? Да, эпилептоиды Все под контролем Потому что там базовая эмоция, тревога очень сильная А вдруг что-то нарушится из-за того, что я, например, изменю Но пружинка может сжиматься-сжиматься И, например, где-то в командировочке Где никто вообще не видит ничего Пошел на ужин, а там вот случилось Интрижка С утра ужас ужасный Потому что чувство вины безумное Никто ли не видел, никто ли не узнает Возвращается домой и вроде забывает, вытесняет То есть как будто бы такого не было То есть эпилептоидам лучше закончить одни отношения И начать другие Опять же, чтобы все было под контролем Более того, эпилептоиды жутко ревнуют И контролируют своих партнеров То есть и здесь все не слава богу Хоть не изменяет, но зато замучает ревностью А вот следующая, последняя возрастная фиксация Это те самые взрослые И здесь два психотипа У нас это тревожно-мнительные Которые сильно тревожатся Сильно тревожатся, чтобы все было хорошо Чтобы все было по плану Вот тревожные не изменяют А вдруг узнают, что я изменил И тогда рухнет вся моя счастливая жизнь И последний психотип Взрослый психотип Где базовые эмоции Спокойствие, гармония Вот эти люди, если находят свою половину Им вообще больше никто не нужен Другое дело, что вот если не находят свою половину Эти люди, то изменяют скорее не они, а им Потому что многие говорят, что с ними скучно Вот как у бабушки Хорошо, тепло, замечательно Все безумно, приятно Но скучновато Вот Но еще раз повторю Если все-таки Эмотив, называется этот психотип Находит свою половину То им вообще никто не нужен Ну вот возвращаясь, кстати Вот человеку, который позвонил И сказал, что ему приходится даже Ну придумывать, что Ну чтобы избавиться от ревности жены Я сразу вспоминаю Где-то гуляла вот история О том, как художник рисовал Обнаженную натурщицу Закончили вроде бы они этот сеанс Садятся пить чай Она уже одетая Садится пить чай Вдруг слышит он ключ в дверях И говорит натурщице Срочно раздевайся А то зайдет сейчас Это пришла жена Если она увидит нас За чаем, Бог знает, что она подумает Да-да-да, если ты не голая Да, если ты не голая Вот я тебя тогда рисую То есть вот это вот Тоже вот пример того Когда человек вот Ревнует на пустом месте Но я говорила Женщины очень часто ревнуют к мотиву Если ты сказал, что ты сейчас Занимаешься вот этой деятельностью Я прихожу и вижу другое Конечно же, буря фантазии пойдет у женщины На самом деле, мужчины фантазируют не меньше Совершенно недавний Мой клинический случай Молодой человек обратился ко мне Именно вот этой проблемой Что его жена актриса Он очень долго искал свою вторую половину Он нашел ее Он говорит про нее не иначе Как она моя солнце Она моя душа И так далее Но когда вижу Двое детей Они родили погодок Одного за другим И он стал принимать участие В ее спектаклях То есть даже создал Продюсерский центр Но говорит Сижу в первом ряду Смотрю эротические сцены Спектакли Да даже не эротические Она просто целуется И он говорит Я испытываю такое ужасное чувство Меня тошнит Я хочу все бросить Я не знаю, что с этим сделать Но вот пока мы решили Что ему стоит окунуться В ту же самую деятельность Которой занимается его любимая А именно брать уроки Актерского мастерства Чтобы понять Что все эти поцелуи Они вовсе не несут Как раз вот той эротической Да, окраски Которая может показаться Когда мы смотрим Из зрительного зала А когда, например, супруги Договариваются о том Что могут изменить Ну то есть вот Вступая в брак Они обговаривают возможности Ну вот уже получается Это не измены А вот границы Такой общественный договор Да, что вот я могу Заводить интригу на стороне Ты тоже можешь Мы не ревнуем друг друга Это Да, вы знаете Я, кстати, очень была удивлена По этому поводу Я собирала тоже общественное мнение Вот по разным странам И выяснила, что в Дании Одной из самых вообще благополучных стран Действительно в списке бюджета семейного Стоит пунктик Некой суммы Которую мужчина Почему-то мужчина Вот здесь тоже как-то Не женщинам, а мужчинам Может тратить на походы В публичный дом И если вы были в Дании Ну в частности в Копенгагене Я жила в гостинице Прямо напротив меня Находилось два публичных дома В которые просто вереницей Шли мужчины И я только видела Штурочки Открытые шторочки Закрытые шторочки Да Супруги договариваются О том, сколько можно денег Потратить из семейного бюджета На удовлетворение физиологических потребностей С другой стороны Я совершенно недавно имела беседу Со своим коллегой Профессором русского происхождения Который работает в Амстердаме Он говорит Вы слишком много внимания Уделяете вообще физической близости На самом деле Вот у нас в Голландии Он в Амстердаме В университете преподает Я тоже была удивлена крайне Он говорит 40% людей в семейных парах Вообще не имеют потребности В интимной близости О чем вы говорите Люди поженились Они родили детей Они растят этих детей Каждый реализуется В каком-то своем бизнесе Или в какой-то идее В каком-то творчестве Им эта интимная близость Вообще не нужна И они спокойно живут без этого И сосуществуют На это я могу сказать однозначно Это написано в моей последней книге Неврозы и невротики Написано совместно с академиком Сексопатологом Профессором Натальей Дмитриевой Что для разрядки влечений Обязательно нужно второе тело Это может быть, конечно же Извините Ну, это жизнь Порнография и мастурбация Но это все Лишь скорая помощь Временные явления За которые, более того Многие люди Начинают еще себя осуждать Считая Это действительно Вот это рукоблудием Как сказал наш коллега Позвонивший по телефону В то время как моя профессора Дмитриева говорит Что женщина ежесекундно Должна находиться в состоянии Пятипроцентного оргазмирования Что это значит? Это значит, что женщина Должна радоваться Женщина запускает Свою энергию Лебединозную Вот это вот Да От чего угодно Туфельки красивые купила Музыку послушала Еще что-то И потом она этой энергией Кормит мужчину И это вовсе не обязательно секс Это могут быть поглаживания Телесные прикосновения Просто смотреть на него Любящими глазами В то время Как он, например, пишет Какой-то доклад Это все тоже эротика Это все тоже Тот же самый секс И может и не быть Физической близости Но все же Она должна быть 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Советы богатчик Мы обсуждаем С Ириной богатчик Психологом Тему супружеской измены Ну и, наверное, Вот один из ключевых вопросов Нужно ли Сознаваться в том Что случилось То есть Или все, что случилось в Вегасе Должно остаться в Вегасе Да Ну, прежде всего Я хочу Изумительная статистика Собранная в 2017 году Всероссийским центром изучения Общественного мнения Привести причины разводов А после этого Возможно, Олег Вы уже логически догадаетесь Какой будет мой ответ На ваш вопрос Итак, посмотрите На первом месте Среди причин разводов Это в России На первом месте 52% Это стоит измена То есть Когда люди Реально узнали О факте Измены Неверности Своего партнера На втором месте 45% Алкоголь На третьем месте Физическое насилие Потом наркотики Потом плохое отношение К детям На шестом месте Чрезмерная ревность Помните, я говорила Что иногда Даже только ревность Только посыл К мотиву Что может состояться Измена Уже может послужить Причиной разводов На шестом месте На седьмом Жадность На восьмом Шантаж И угроза самоубийства И на девятом месте Нехватка денег Посмотрите Нехватка денег Практически Замыкает Нашу десятку На десятом Разные интересы То есть Мне скучно с человеком Вот Поэтому На первом месте Стоит измена Стоит ли признаваться Но дело в том Что здесь все зависит От самооценки человека С которым вы живете Вы уже Если вы живете С этим человеком Вы можете предположить На что все-таки Этот человек Есть такое понятие Ведется То есть На что он реагирует Что является для него Болезненным телом боли И возможно Да Это был в детстве Недолюбленный Недооцененный ребенок Который всю жизнь Пытается доказать Что-то своей маме Неважно Мужчина или женщина Поэтому Зачастую кстати Достигает Больших высот В какой-то деятельности И вот Если Случается Сама Измена Вот по отношению К такому человеку Для него Это просто Крушение Это доказательство Его никчемности И что здесь Тогда срабатывает Ненависть И месть Становятся Орудием Который Хоть как-то Позволяет Пережить Вот Факт Измены И человек Поражая Своего партнера Убивая Психологически Или финансово Иногда мстят И своего Партнера И своего соперника Например Тоже Человек Начинает ощущать Вот такую Мнимую легкость Что может быть Все-таки Моя любовь Не настолько бесценная Что все-таки Хотя бы Кому-то Она нужна И я Возможно Встречу человека Который Это оценит Но Все же У этого человека Болезненность Самооценка И если мы ему Скажем Что да Знаете Вот как иногда В американских фильмах Приходят люди И говорят Я должна Тебе признаться Ой Замечательный Роман Циники Мой любимый Борис Моренгофа Когда Главная героиня Приходит И говорит С моему мужу Владимир Я вам изменила Идите Примите ванну Но Мы знаем Что в этом роване Владимир Как раз был В взрослой Возрастной фиксации И он настолько Любил эту женщину Что он Снисходительно Относился Ко всем этим Ее Каким-то Вот таким Вот фантазиям А если Вот здесь есть Да Есть Ведь еще один момент Одно дело Когда это касается Двух людей А эта измена Может быть Ну Общественное мнение Условно говоря То есть вот когда Очень важные вопросы Это выносится То есть это не просто Ну Факт Который между двумя людьми Похоронен А и они могут забыть Вот если вдруг Чувствовать себя Рогоносцем И предметом Насмешек Ой Просто замечательный Вообще Вот комментарий Вы сейчас сделали Действительно Итак Первое Что я хочу сказать Если Ну вот Если даже Есть подозрение Но нет Вот четкого факта Никогда Не сознавайтесь Как говорят Мои подруги Прокурорши Говорят Иди в несознанку То есть Пусть Это Будет Недосказанность Вот здесь Как раз Это та тема Когда не нужно Раскрывать Себя И обнажаться Потому что Этим самым Ты Может быть Снимешь себя Да Какую-то Вот эту свою Душевную тягость Но ты сделаешь Неимоверно Больно Своему партнеру В особенности Если ты собираешься С ним жить А еще хуже Если да Действительно Этот факт Ну вот как-то Раскрылся Хотя Ой Такой смешной случай Под конец передачи Расскажу Моя одноприятельница Она занималась Чисто мужским бизнесом Вот И у нее Случилась романтическая близость С одним молодым человеком Муж был в командировке И он приезжает И видит ее Как бы В кроватке Спящей Обнаженной С молодым юношей И Шум гамма Она говорит А что ты вообще Я не знаю Здесь какой-то скандал устраиваешь Это массажист Он говорит А почему вы спите Он очень интенсивно Делал массаж Устал А я заснула Во время массажа Что я его контролировать буду Это конечно Смешной эпизод Но Так чтобы Немножко Позитива Придать нашей передаче Вот По поводу третьих Ни в коем случае Не выносите Этот факт Не делайте Это Фактом Общественного Достояния Как только Узнает Кто-то Третий Особенно для мужчин Это практически Однозначно Конец Наступит То есть Это дорога В один конец Потому что Для мужчины Факт измены Его любимой Это что? Это крушение Его проекта Он Неуспешный Какой мужчина Захочет быть Неуспешным Да практически Не один Поэтому Если даже Такое случилось И вы сумели Хоть как-то Примириться Сейчас я Об этом скажу Что нужно сделать Да Ни в коем случае Не делайте это Достоянием близких Даже Своих близких Родных Мамы Папы Детей Ни в коем случае Не посвящайте в это Потому что В детях Такие комплексы Зарождаются Кстати Может быть Одну из передач Мы сделаем Отцы и дети То есть Я как раз Все эти моменты Освещу Но если вдруг Так случилось А вы все-таки Хотите Быть вместе Вот здесь Работает Правило Трех П Первое Примите это Как факт Все Вот это уже Случилось Второе П Это Поблагодарите Человека За то Что он Сделал Для вас В жизни Ведь было У нас Много Классных Моментов Посмотри Посмотри Какие-то фотографии Можете использовать Какие-то истории Расскажите Ну вспомни Ведь мы же были Вот счастливы Я говорю Очень часто Просто показывайте Своему партнеру Фотографии Посмотри Вот это про нас Про нас А вот это про нас Это тоже про нас И третье П Скажите Что я Попробую простить Мы не можем Сказать однозначно Что мы прощаем Да Но я хотя бы Попробую простить Вселенная дружественна И если вы Высказываете намерение Что вы хотите Быть вместе Возможно Вы справитесь Даже с таким ужасным фактом Как факт измены Ну что же Это была Российская психолог Ирина Богачек 4 октября Мы встречаемся снова Тема Будет ревность Вы всегда можете Задавать вопросы Будет анонс Вы можете даже Написать свои вопросы Может быть Заранее подготовить Спасибо большое И до новых встреч Да Благодарю всех Всех за вопросы И моего коллегу Олега Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому